почему евреев называют народом книги ну зачем постоянно день и ночь учиться как тора помогает нам сделать самый сильный контакт со всевышним об этом вы узнаете в нашем заключительном видеоролике про обязательные пять заповедей которые может делать мужчина каждый день и так в этом в пятом последнем видео мы поговорим про самую важную заповедь заповедь изучения торы написано мы это говорим каждое утро мишна рота типа а мы там перечисляем разные заповеди и сказано в тальмуд тора к негат кулам самое важное это всегда изучать тору и здесь тора в пятикнижье сразу нам это подчеркивает в первом слове берешит берешит объясняет нам раши что решит это тора берешит ради торы был создан весь мир сразу нам тора объясняет что помни и знай что самое важное это тора самое важное ее изучать также есть такой пасук им лоб рит и и мам валайна если вы не будете заниматься торой день и ночь тогда все это разрушится нету никакого смысла в этом мире есть нету людей которые изучают тору и постигают мудрость творца что всевышний от них хочет что всевышний хочет от нас и так очень важно знать что чтобы постигнуть тору чтобы постичь тору и и нужно просто изучать это не какая-то там наука а здесь самое главное твои душевные и духовные качества какой-то человек где мы это видим мы это видим из муши рабейну именно наш учитель муше сумел подняться на небеса и спустить тору на землю давайте немножко посмотрим какими качествами обладал муши рабейну что именно его всевышний выбирает как того человека который смог спустить тору нам и поэтому тора называется торат муше тора моисея потому что благодаря нему он смог ее спустить сюда что мы знаем про муши рабейну из письменной торы написано что муши вырос во дворце фараона еще совсем маленьким его подбирает батя дочка фараона берет к себе домой как родного сына и муши рабейну растет во дворце но он не был как обычный принц который вообще не смотрел что там происходит тора нам рассказывают что ему очень сильно болело за еврейский народ они все были порабощены его братья в рабстве он не может просто там себе развлекаться во дворце и он выходил и всегда старался им помочь первый эпизод который нам рассказывает песню на тора про муши рабейну что он выходит и видит как египтянин избивает еврея и он заступился за этого еврея он не сказал я царский сын зачем мне помогать какому-то несчастному бедняку рабу нет он пошел и заступился за него далее тора рассказывает как ссорится уже два еврея и он пошел сказал что ты обижаешь его зачем вы это делаете он не мог молчать когда кому-то было плохо когда он видел какой-то конфликт он просто был обязан кому-то помочь и третий последний эпизод который нам рассказывает тора что муши рабейну когда увидел что обижают дочек и тро не дают им подойти с их там овцами и напоить их водой он им помогает абсолютное вот бескорыстное желание помочь всегда помочь и всем это самое важное что должно быть в человеке который хочет постичь тору также тора нам говорит про того же марта маша рабейну что он был самый скромный человек когда всевышний говорит муж и иди спасай еврейский народ ты будешь тем избранным который всех спасет возьмет их из египта в землю израиля маша рабейну отказывается 7 дней и говорит как же так у меня и старший брат возьми его это уникальная скромность эти вот доброта отзывчивость это самое важное самые важные качества которые нам нужны чтобы постичь тору и мишна вперкай а вот несколько мишнает вперкай а вот рассказывают что есть целых сорок восемь киньянов сорок восемь разных процессов и действий которые необходимы чтобы постичь тору на сто процентов и выполнить эту заповедь изучать тору максимально хорошо также тора в талмуде в трактатике души говорит что единственный способ дорогие друзья как победить я царара как победить наше злое начало которые есть в каждом из нас это только благодаря торе барате я царара говорит всевышний я сам создал я царара барателю тора тавлин тора его может победить поэтому мы обязаны учить тору чтобы у нас был духовный рост без торы никуда также написано и сказано что кола усек батура каждый кто изучает тору прощаются ему все грехи тора написано спасает от любых страданий тора магна у мацла магна у мацла она тебя защищает и спасает вот насколько велика святость торы и как важно изучать тору также написано в мишне что каждый человек вначале мишна говорит откуда мы знаем что 10 человек которые учат тору всевышний спускается к ним приводит источник откуда мы знаем что 5 что 3 что двое которые учат тору всевышний приходит к ним и мечта там находит везде источники что всевышний приходит в то место где изучается тора говорит мишна откуда мы знаем что даже если ты один в одиночестве учишь тору что всевышний находится с тобой и приводит источник даже когда ты один но ты изучаешь тору ты погружен в эту огромную святость всевышний с тобой Итак, дорогие друзья, весь мир был создан для Торы. Это самая важная заповедь, которая нас защищает и оберегает. И это самая лучшая возможность духовно расти, как сказано, создавая Ецарара, создавая Тору, которая может его обезвредить. Учим Тору, учим Тору постоянно. Спасибо огромное, что были с нами на протяжении всех пяти видеороликов. Обязательно соблюдайте заповеди и учите, учите Тору и делитесь этими видеороликами со своими друзьями. Также становитесь партнерами Вайкра, присылайте посильную финансовую помощь для нашего проекта, чтобы мы могли и дальше создавать очень важные уроки Торы и делиться ими с тысячами людьми в социальных сетях.